Да, всем привет. Надеюсь, у меня такие же слайды. Скоро автопати, надеюсь, мы не сильно задержимся, что я вас не буду задерживать. Так, расскажу про клауд гейминг. Тема, наверное, интересная, кому-то известная, кому-то нет. В мире не так много компаний делают подобные сервисы. Мы такие передовые, точно в России, в мире пока не очень. Как все это начиналось? В 2013 году мы начали сервис PlayKey. Я как основатель. Два года мы пилили прототип. Первый прототип мы сделали за два месяца. Можно было уже поиграть. И потом много лет пилили его и усовершенствовали. В 2015 году у нас был первый коммерческий запуск. Мы запускали простые игрушки на одной машине, несколько экземпляров. Все это работало плохо и ужасно. И потом у нас была большая смена бизнес-модели. Мы стали запускать топовые игрушки, потому что играя только в топовые новинки. И первое время, потом люди перестают играть. Ну и в 2021 году, в июне, PlayKey стал частью команды MyGames. И теперь мы клауд гейминг развиваем и называемся MyGamesCloud. Я вам сегодня расскажу про клауд гейминг. Немножечко расскажу про лейтенси, потому что это важно для клауд гейминга. Я покажу, где найти наши заветные миллисекунды и при чем же тут качество клауд гейминга. И как его можно улучшить. Значит, что такое клауд гейминг, кто не знает. Кратко, на клиентское приложение, на клиентскую машину ставим тонкий клиент. Это может быть либо Windows, либо Mac, либо веб-браузе, либо это может Smart TV, Android платформа. Ну, любой девайс, который может воспроизводить видео. Пользователь на нем запускает этот клиент, отправляет управление через интернет на сервер. На сервере запускается любая игрушка, мощная, которая у вас дома не может запуститься по каким-то причинам. Ну, например, банально на Smart TV нельзя, конечно же, Call of Duty запустить. Ну и дальше рендерится картинка, упаковывается видеопоток и этот сигнал идет обратно. И таким образом пользователь видит картинку. Все это должно работать быстро, потому что если нажать кнопочку и увидеть картинку, и увидеть то, что вы стреляете из автомата через одну секунду, не так круто. Поэтому надо видеть очень быстро. Если из этой схемы исключить сервер и интернет, то получится локальный компьютер. Если исключить интернет, то будет локальная сеть. И в целом, когда это все по локальной сети, все отлично работает. Ну, интернет вносит самые большие проблемы в сервис клауд-гейминга, потому что там есть задержки, там есть пинг, сети несовершенны, происходят какие-то потери пакетов, какие-то лаги в интернете. Все это влияет на экспириенс наших пользователей. И чего с этим делать, я вам расскажу. Ну, и да, я хочу сказать, что клауд-гейминг – это все-таки существующий проект. Я от многих разработчиков слышу, что есть скептис по поводу того, можно ли так играть. Играть можно. Доказано это юзер-экспириенсом. Пользователи, которые у нас подписываются и платят, им так удобнее, им так интересно, им так проще. Поэтому сервисом пользуются. Но понятно, что для спортивного гейминга, для профессионального, или у вас, наверное, у разработчиков большинство мощные компьютеры, вы можете у себя поставить любую современную игрушку и играть. Но можно сэкономить, не покупать видеокарту за 100 тысяч, а играть на любом слабом или старом ноутбуке. Ну, или банально, кто на маках сидит, можно на маке играть в любую современную игрушку и пройти, там, не знаю, потратить 10 часов, пойти в какую-то игру и пользоваться сервисом, получать удовольствие. Я разделяю. Все-таки у нас видеостриминг. Есть три категории сервисов по видеостримингу. Первое – это видеохостинги, где вы просто скачиваете видеофайл и смотрите его. YouTube, YouTube, ВК-видео. Здесь latency в целом не коотично, не так страшно. Не критично, я имею в виду, что одна секунда не страшно, если вы увидите видео через одну секунду после того, как нажмете кнопочку воспроизвести. Понятно, что на вас там уже может предзакешироваться, но вот так. В видеоконференциях latency более критично. Вы можете с человеком разговаривать и видеть его через полсекунды. Для вас это тоже не так страшно, потому что у вас нет абсолютного интерактива. Когда же мы говорим про кладгейминг, интерактив очень важен. Как я говорил, вы нажали кнопочку вперед, и вы хотите, чтобы ваш персонаж пошел на экране, а это должен прийти полный цикл от отправки управления на сервер и обратно. Соответственно, больше 50 миллисекунд, или по нашим метрикам сильное падение происходит суммарно после 70 миллисекунд, начинается резкое падение и недовольство пользователей по поводу кладгейминг-сервиса. Давайте, что влияет на latency. Я тут такую общую схему покажу. Сейчас у меня тут указатель еще будет. Не знаю, как он работает. То есть, latency происходит везде, везде задержки. Это банально управление. Бывает геймпад проводной, бывает беспроводной. Беспроводной геймпад – это лишние 5 миллисекунд в задержки по блютузу, там от 1 до 5. Дальше идет передача в клиентское приложение. Это клиентское приложение отправляет через сеть. В сети происходит задержка сетевая, первая в одну сторону. Дальше каким-то образом это управление попадает на сервер и попадает дальше в игровой процесс. Тут тоже возникают задержки. Дальше происходит видеорендеринг, в зависимости от количества FPS, которые выдает игра. Она может как 30 FPS, так и 60, так и 120. Если это супернагруженная игрушка, то бывает, что даже на мощных видеокартах FPS, например, 30-40, а это значит, что межкадровый интервал составляет 20-30 миллисекунд. И эти все задержки тоже происходят. Дальше нужно это видео закодировать. На кодирование видео тоже нужно время. Какие-то еще миллисекунды уходят. Аппаратная, конечно же, быстрее работает. Софтверная чуть помедленнее, но универсальнее. Ну и дальше это все нужно отправить в сеть, по сети передать, так, чтобы это видео в широком потоке 20-30 мегабит не потерялось. Декодировать на клиенте через аппаратный декодер. Дальше зарендовать и показать это пользователю. И на каждом из этих этапов происходит задержка. Так как мы в Cloud Gaming, и у нас в угловой угла стоит минимизация задержек, то мы на каждом этом этапе что-то делаем. Я сегодня кратко расскажу какие-то этапы, что мы делаем, чтобы было понимание. Но если там подробно рассказывать, наверное, это много времени заняло. Поэтому некоторые вещи скажу. На сервере. У нас запускается игра на сервере. Здесь показаны два способа, как можно захватить картинку. Это первое. Мы считаем, что у нас Windows-игрушка. Это 90% всех игр. Только 10% игр запускается на Linux. Хотя мы и поддерживаем Linux и Windows. Я сейчас вам расскажу про Windows. В Windows есть виндовая API, которая позволяет захватить окно операционной системы, получить эту картинку, скопировать себе в буфер и дальше уже отправить на декодер. Это способ универсальный. Он тебе захватывает все изображение винды, работает на уровне операционной системы, работает с любой игрушкой. Но происходят задержки при синхронизации захвата и рендеринга игры. И второй способ называется shared capture. Суть его в том, что мы джекимся в игровой процесс и без задержки, без синхронизации игры и рендеринга можем в тот момент, когда игра зарендерила видеокадр презент вызвала, то мы инжектимся в это и захватываем картинку и сразу отправляем на энкодер. Соответственно, здесь задержка не возникает. То есть это, допустим, 60 кадров в секунду, 16 кадров в межкадровый, 16 миллисекунд в межкадровый интервал. Вот эти потери 16 миллисекунд или какая-то рандомная вещь может происходить, что позволяет нам сэкономить. Но этот способ не универсален. Работает он только для некоторых игр. Ну, вообще для большинства. Но когда инжектишься в игру, игра считает, не всегда считает это хорошим способом работы с ее игрой. Они считают, что это какие-то боты. Была у нас история, когда мы этим способом подключили игру. Там был easy-античит такой. Все было хорошо. Но в какой-то момент античитерская система начала банить аккаунты наших пользователей. Они негодовали, пришли к нам, сказали, что такое. Ну и все. Все закончилось не очень хорошо. Несколько аккаунтов у пользователей забанило. Но потом я знаю, что их разбанило. И мы договорились с античитом, что они добавят нас в белый список, договорились в подписях и так далее. То есть этот способ не универсален, но зато дает какую-то небольшую экономию. Еще такой визуальный способ сэкономить миллисекунды, или даже я, может быть, даже про ощущения скажу. Это рассинхрон видео и аудио. Когда вы смотрите сейчас YouTube, у вас видео и аудио синхронизированы, и всегда вы видите аудио и видео, картинку одновременно. В случае с клауд-геймингом это не так важно. Нам важно подоставить любые данные до клиента. И видеопоток он шире, это 30 мегабит, аудиопоток 128 килобит. И, соответственно, пользователь, если услышит аудио, он уже будет ощущать, что он в игре. Хоть и будет небольшая рассинхронизация, но ощущение у него будет такое, что он в игре находится. Не так страшно, что 5-10 миллисекунд видеопоток придет позже. Где еще можно оптимизироваться? Захват управления на устройстве. Тут есть разные способы, как, поскольку запросы здесь асинхронные, то приходится спрашивать управление. Спрашивание управления это значит нагрузка. Чем чаще запрашиваешь, тем вроде бы кажется быстрее, но тем создается больше нагрузка. И тут важно понимать, что мы работаем на клиентских устройствах, которые слабые сами по себе. То есть у нас там есть компьютеры 10-го года в парке у тестировщиков. Шайтан машина называют. Это такой тест, когда вообще на очень древнем компьютере можно запустить. Ну и там нагрузка любая создает проблему при захвате. И это все должно работать в синхроне с рендерингом, с декодингом, с захватом и с управлением. Использовать проводные устройства, я сказал, проводные все-таки работают все быстрее, в том числе работа по проводу интернета дает чуть большую скорость, потому что нет проблем по Wi-Fi. Эти все советы мы даем нашим пользователям, потому что они зачастую приходят и говорят у нас задержка, у нас что-то лагает, у нас что-то не так. Лагает это прям самая любимая их фраза, под которой скрывается куча разных проблем. Мониторы с большой герцовкой, значит FPS у вас будет выше. Использование аппаратного кодирования, это вроде бы очевидно, но тоже добавляет миллисекунды. И не нагружать 100% систему, как на клиенте, так и на сервере, потому что есть игрушки, которые требовать или не требовать, если выставить 4K или Full HD разрешение, еще супер-ультра настройки по максимуму выставить, как любят наши игроки делать, то сервер загружается на 100%, начинает подлагивать, и наше приложение, нашему приложению просто может не хватать Иисус. Поэтому у нас есть целая команда, которая настраивает игры, делает пресеты предустановки на наших серверах, потому что сервера у нас есть с разными конфигурациями, порядка 10 разных конфигураций, в первую очередь по видеокарте, потому что это основное, что является важным для клауд-гейминга. И в зависимости еще от тарифа они предустанавливают и делают настройки оптимальные для пользователя. Ну и во время процесса игры еще подстраиваются в зависимости от клиентского устройства. Немножко скажу про качество и почему оно вообще здесь. есть знаменитая 3-3 кружка быстро-качественно недорого. Недорого я тут убрал, но не так важно. Важно сделать быстро и качественно. В нашем случае мы делаем все быстро. То есть нам надо максимально быстро доставить картинку для пользователя, потому что потеря в качестве не так критична. Она как бы важна, но быстрота доставки и задержки гораздо важнее пользователю увидеть эту картинку, хоть может быть она будет хуже разрешением, пусть она будет размытая, может быть с лагом какое-то мгновение, но это важнее быстрее увидеть и что-то принять из изображения на клиентском устройстве, чтобы продолжить играть. Про кодеки расскажу. Много кодеков разных существует. Самые популярные 264, 265 серия VP, VP9, актуальны. Что же в нашем случае? Поскольку мы позиционируемся играть на слабых устройствах, слабых это еще и древних, то у нас есть просто клиентские устройства, которые не поддерживают что-то выше 264 кодек. И также нам важно еще и на сервере иметь кодек аппаратный. Не все современные карты 265-й, 264-й поддерживают, но VP9 они просто не поддерживают. То есть все транскодеры, которые для ВК-видео не используют либо какие-то самописанные вещи для видеокарт, либо все-таки используют 265-й как аппаратный кодек. Это тоже важно, если брать какой-нибудь Smart TV, какой-нибудь процессор Amlogic, который просто 265-й может не поддерживать. Это все приставки цифрового телевидения современные у наших провайдеров. Многие 265-й кодек тоже не поддерживают. В текущей статистике примерно 80% это кодек 264-й. Опять же, это все в сторону оптимизации. Ну, а про VP9 совсем ничего, аппаратных поддержек на сервере еще вообще нету. Это, я имею в виду, видеокарт, которые могут аппаратно захватить изображение с видеокарты и закодировать его. закодировать его кодеком аппарата. Потому что, если мы будем софтверно, то на сервере кодирование VP9 может занять 300 миллисекунд. Это уже значит, пользователь через 300 миллисекунд, через десяток кадров увидит свою картинку, что в целом неприемлемо. Поэтому используем 264-й. Немножко краткой теории. Видеопоток, как вы знаете, кто знает, это разделяется на кадры. Кадры делятся на три типа. Это i-кадры, то есть это такой базовый кадр, от которого наследуются все остальные, где изображение нечасто меняется. Дальше есть P-кадры, которые от базового кадра наследуются и поддерживают большие средние изменения от базового кадра. И есть B-кадры, которые могут ссылаться на все предыдущие кадры, так еще и на будущие кадры. Вещь классная в кодеке, дает очень большую экономию в битрейте на видеопоток. Но в клоудгейминге, как понимаете, B-кадры неприменимы, потому что если мы будем ссылаться на будущие кадры, которых еще нет, они будут неактуальны, зачем нам следующий кадр, если ждать следующий кадр, когда мы можем отправить это. Поэтому из-за этого возникает проблема, что без B-кадров мы делаем только и B-кадры, и битрейт достаточно большой в клаудгейминге требуется. Когда мы говорим пользователю надо 30 мегабит для Full HD, они немножко удивляются, почему так много. Но вот в первую очередь поэтому, потому что нельзя двухпроходное кодирование сделать, нельзя ссылочные кадры B сделать, которые позволяют уменьшить битрейт видео. Поэтому для клаудгейминга нужен хороший интернет-канал 30 мегабит как минимум. Есть такие вещи как слайсы, это наверное внутри кодека, суть его в том, что изображение делится на части и каждая часть может быть закодирована отдельно и отправлена отдельно. Почему это важно? Когда мы передаем видео через интернет, все это делится на пакеты, если у нас в процессе что-то потеряется, то у нас может либо разрушиться весь кадр, либо разрушиться часть кадра. В случае, если разрушится часть кадра, мы можем показать предыдущую часть предыдущего кадра и пользователь немножко заметит изменения, но не так сильно, как если бы у него развалился весь кадр. Вот что помогает. И с ними опять же это параметр кода, хоть и есть стандарты, например, 264, которые позволяют вот это использовать. Но так может случиться, что в аппаратных кодеках какой-нибудь донгл андроид китайской приставки просто не поддерживается количество слайсов. Так, дальше еще. Есть такое понятие, как ссылочные кадры, это вообще количество ссылочных кадров, которое может быть использоваться при декодинге. Ну, например, в 264 кодеке есть по стандарту 16 ссылочных кадров, 265 8. Почему они так сделали, сказать, сложно, хотя 265 считается лучше. Для клауда нам 264 эффективнее работает, потому что мы можем 16 кадров использовать. это нам помогает в случае потерь в сети восстановить больше информации и больше иметь, в общем, больше информации и больше качественно восстановить картинку. Был у нас такой один смарт-ТВ на процессор Emoji, который он как черный ящик, мы не знаем, что там происходит в аппаратном декоде, мы просто отправляем его в видео, он там начинал рушиться. Мы где-то два месяца с проблемами сталкивались, пока не выяснили, что он просто не поддерживает стандарт, и 16 ссылочных кадров не поддерживал, а поддерживал только один. А у нас картинка рассыпалась, но в итоге мы там с Amogic, с разработчиками процессора связались, там идет реализация под Android, библиотеки для аппаратного кодера, связались с ними, сказали вот так и так, они это поправили, мы это сделали. Ну и один ссылочник, они это исправили, и на одном из смарт-TV телевизоров России можно играть в Qualgaming. Хорошо. Так, ну и да, некоторые видеокарты еще поддерживают, старые особенно, не все поддерживают, эволюция, конечно, идет, но кто-то играет на старых видеокартах, и мы тоже вынуждены это поддерживать, поскольку мы опять же позиционируемся на том, что мы играем, играть можно на любом слабом компьютере, и все это поддержим. Вот за историю, за сколько, 8 лет, мы собрали там большой белый, черный списки видеокарт, которые позволяют, для которых выставили те или иные настройки. То есть мы прям планомерно выстраивали работу, чтобы улучшать качество по всем нашим пользователям, точнее клиентским девайсам. сейчас придем просеять, сеть, наверное, одна из самых больших для нас проблем, создает в первую очередь это потерю пакетов, если что-то не дошло до клиентского устройства, у нас возникает разбиение картинки, с этим бороться сложно, поскольку у нас там UDP трафик, то досылать в принципе нет смысла, если это 60 FPS и один из кадров выпал, то пока мы сообщим, что у нас кадр выпал, сообщим на сервер о том, что надо досылать, все это уже не актуально, у нас уже новый кадр прилетел, поэтому, к сожалению, в клауде есть проблемы, когда мы включаем, когда у нас сеть плохая, то картинка может разваливаться. Есть у меня где-то видос на Ютьюбе, где личный клаудгейминг идет с ноутбука и тут жена включает микроволновку и вся картинка разваливается, потому что микроволновка работает на радиоволнах, Wi-Fi все перебивает, картинка рассыпается. Вот как-то объяснить пользователю самый, наверное, сложный вопрос. Мы проводим всякие штуки с обучением, что не используйте Wi-Fi, используйте хотя бы 5-герцовый Wi-Fi, потому что он более надежен, не сидите за стенкой, но пользователем, конечно, это в целом все равно, поэтому мы пытаемся как-то подстроиться. Да, ну и скачки пинга тоже для Wi-Fi актуальны, когда происходят какие-то уже не потери, а просто буферы накапливаются на каком-то сетевом оборудовании и потом выплескиваются данные в сеть. И пользователем возникает скачок пинг. Первый, конечно, для Wi-Fi актуально, но и в принципе для любых любого интернета, любого кантабуляционного оборудования это возникает. Все равно где-то есть эта буферизация. Ну, а для пользователя это звучит как либо рассыпание картинка, либо лагерь. Вот они к нам в сервис приходят с такими проблемами. Вот. Чего мы тут делаем? Ну, во-первых, подстраиваемся под ширину канала. На самом деле есть проблема узнать реальную ширину канала у пользователя, хоть и на видеосервисах это придумывают, как делать. Просто заменяют битрейт, они там могут кэшировать, смотреть, как скачалось, какое уже закэшировалось видео, с какой скоростью оно закачалось. Для нас это немножко не так. Мы все-таки в реальном времени работаем и смотрим, что происходит. Но делаем это способом потерь. То есть начинаем с какого-то базового алгоритма битрейта, смотрим, что потерялось, что не потерялось и выстраиваем актуальный битрейт. Ну и также пользователь, конечно, может сам это все руками выставить, но это больше таких для продвинутых пользователей. На самом деле я тут нарисовал патент, мы тут не только битрейт участвуют, а много разных способов, как это все детектировать именно в реальном времени, а не оффлайн. Пользователи обычно нам приходят и говорят я спидтест запустил, у меня 100 мегабит. Но по факту от нашего сервера, во-первых, где он стоит до клиента, во-вторых, это реалтайм, во-вторых, это видео, поэтому немножко не соответствует реальная картина спидтеста, не соответствует картина спидтеста к реальной картине, то, что можно продавить через канал пользователя. Ну и с потерями мы еще таким способом боремся. Я вам говорил, что есть и кадры, то есть это базовый кадр, от которого все строится. Очевидно, что он самый массивный и в нем всех больше информации содержится, то есть стартовый кадр. Остальное, если я там в сторону немножко подвинулся, только изменения. Вот есть способы, как сглаживать этот битрейт, но при этом немножко либо общий трафик увеличивается, либо так, что я хочу сказать. В общем, если мы битрейт выравниваем, то мы через сеть можем постепенно продвинуть большее количество данных. и вероятность того, что на сети что-то потеряется, она минимизируется. То есть мы назвали это такой распределенной отправкой данных. Например, можно, не знаю, килобит, там, мегабит отправить разом в сеть, и он где-то на кондиционном оборудовании потеряется. А можно пять раз по 200 килобит сделать, и оно с вероятностью, с меньшей вероятностью потеряется, потому что там на каком-то коммутаторе в этот момент может быть перегрузка, но в следующую миллисекунду этой перезагрузки может не быть. Дальше. У нас большая история с избыточностью из том патенте, который был предыдущий, она тоже используется. Идея в том, что мы вместе с видеоданными и с любыми данными можем добавлять дополнительные данные отправлять, которые позволяют восстановить картинку на клиенте. Все это было на самом деле история очень старая, она еще с радиосвязи тянется, когда радио вещали по всей стране, там добавляя избыточность данных, так называемые коды Рида Соломана или там какие-то более простые алгоритмы, то переходя на клиент разбирались эти данные и там была избыточность, которая позволяла что-то восстановить, если вдруг у вас были в радиопомехи. Вот мы то же самое используем, при этом мы адаптируем объем избыточности в зависимости от того, какой канал у пользователя, какие у него реальные потери, в динамике это все подстраиваем, таким образом на графике, где показывал, что качество через 2-3 минуты у пользователя устаканивается и он может играть максимально эффективно. Если у вас сеть идеальная, мы просто избыточность отключаем, если у вас плохая совсем сеть, то мы избыточность добавляем, но если возникают увеличенные потери, то мы уменьшаем битрейт, но в какой-то момент, конечно, сделать совсем ничего нельзя и тут пользователи говорим, ну извини, давай, чего-то надо сетью делать. Так, ну я тут хотел сказать, что мы запускаем все это дело на разных устройствах, под все устройства нам приходится подстраиваться, где-то есть кодеки, где-то есть производительность, где-то вот есть приставки, есть даже часы, которые к видео подключаются, к экрану подключаются, там тоже можно играть, это может мобильный телефон Android, который может быть разных версий, разных вендоров, разных процессов, которые могли все там реализовать, где производительность есть, где нет, смарт-ТВ и так далее, вот проблема, что мы поддерживаем кучу устройств, накладывают очень много ограничений и в динамике нам в динамике очень много подстраиваемся, чтобы нам пользователю дать максимально эффективное качество. Так, немножко итогов и можно на автопате двигаться. Первое, хочу сказать, что клауд-гейминг очень требовательный к задержкам. Кто не играл, поиграйте, попробуйте, скажите свой опыт, но если что, поможем поднастроиться и сделать так, чтобы у вас вы получили хороший опыт при игре, для игры, для игры. Оптимизацию надо делать на всех точках, наверное, все это делают в своих сервисах и фокус делают на этом, мы делаем фокус на задержках, при этом не забывая о качестве. Самая основная проблема в клауд-гейминге это нестабильная сеть, которая существует, к сожалению, в 95% случаев это сеть дома, где у вас некачественный дешевенький роутер, либо где кто-то скачивает торренты, либо видео где-то параллельно смотрит, либо микролуновка включена, и все это создает проблемы, а пользователь тут не виноват, а мы тут должны как-то подстроиться и помочь пользователю все-таки получить качественный сервис. Ну и поддержка любых устройств, на любых девайсах слабых, мощных проводных, беспроводных, требует, конечно, от нас очень много ручной работы и много исследователей и большой сбор данных. Вот. Спасибо. Да, спасибо. Очень такой интересный фановый доклад под завершение. Так, перед автопатией. Так, народ уже собрался. Все понятно. Так, ладно. Давайте вопросы тогда руки поднимайте у кого есть. Так, рука. У нас первый вопрос из чата за сегодня. Я его тебе задам тоже. Спасибо, очень интересно. А вот вы сказали, что у вас предел получается 50-70 миллисекунд. А сколько в среднем по России занимает время сеть, и сколько время вы уделяете себе на работу всех ваших алгоритмов, кодирования и так далее? Где-то на наши алгоритмы мы закладываем от 10 до 20 миллисекунд, в зависимости уже там от клиентского устройства и так далее. Все остальное сеть. Ну, 70 миллисекунд это мы брали общую сеть, просто замеряли от отправки контрола до рендеринга у пользователя, и мы сравнивали, сколько пользователей проводят времени в сессиях игровых. И, ну, просто в очевидный график, чем меньше миллисекунд, тем больше играют, чем больше миллисекунд, тем меньше играют. И где-то на 70 у нас начинается такое резкое значительное падение по времени, по конверсии, и мы такое для себя значение выставим. Понятно, что если, во-первых, у нас есть несколько центров по всей России, это, ну, крупные точки Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Москва, Питер, и есть у нас еще децентрализованная сеть, когда можно запатняться с нами и поставить свои сервера в любом городе. Так, ответил на вопрос? А вот среднее количество миллисекунд, сколько вообще по России у обычного пользователя, скажем так? я не знаю, как-то видно, что такое среднее, сколько, что среднее, в целом у пользователей? Ну, по сети миллисекунд, сколько передается пинг, пинг какой? Я не знаю, ну, то есть, это какой-то, ну, я скажу, 30 миллисекунд, подойдет такой ответ? Просто, что он даст? 30 миллисекунд, это кто-то там, где-то играл в какой-то той локации, то есть, вот это так звучит. Когда мы добавляли новые регионы, конечно, мы видели уменьшение пинга среднего, но оно там не сильно, незначительно, то есть, там мы взяли Екатеринбург добавили, у нас общее там на 3 миллисекунды упало, среднее. Это зависит уже от количества серверов добавленных, ну, и так далее. Так, ну, 30 миллисекунд довольно неплохо. Так, вон еще у нас есть рука в самом конце, и вот первый ряд. Все, много вопросов, не уйдем на автопати. Добрый день, спасибо большое за доклад, очень интересно. Меня зовут Светослав. У меня такой вопрос, есть ли, в каком сейчас состоянии онлайн-гейминг, в клауд-гейминге, и в целом киберспортивные игры, я, конечно, не говорю о киберспортивных турнирах, а в целом просто об играх, в которых можно играть в онлайн-режиме, и есть ли у него будущее все-таки какое-то, потому что это еще один раунд-трип от ваших серверов до серверов игры, соответственно, и в каком-то состоянии сейчас играбельно ли это, и будет ли в будущем. Спасибо. Если говорить про онлайн-игры, тут на самом деле нет большой разницы, давайте возьмем какой-нибудь сервер онлайн-игры, не знаю, в Амстердаме, игровой сервер в Москве, а вы в Екатеринбурге. Соответственно, если мы говорим про онлайн-игру напрямую, то это будет Екатеринбург, Амстердам, а если мы говорим про клауд, то это будет Екатеринбург, Москва, Амстердам, здесь нет раунд-трипа. Понятно, что есть задержки какие-то на скос из этой точки, но в целом он не добавляет. Но если мы говорим, не знаю, какую-то историю, когда ты играешь из Екатеринбурга на сервере в Москве, а онлайн-сервер, допустим, расположен в Хабаровске, то ты мог напрямую из Екатеринбурга в Хабаровске. Тут, конечно, есть, но такая история не актуальна. Но мы стараемся по этому точке присутствия серверов делать по всей России. Так, по поводу киберспорта, я сказал вначале, это клауд гейми, конечно, не про киберспорт, потому что в киберспорте там уровень даже уже не 70 миллисекунд, а наносекунды, условно говоря. И, конечно, турниры проводить через клауд гейминг не получится. Может быть, в будущем, когда у нас будут скорости очень большие и вот этих всех проблем с сетью не будет, но и сеть будет достаточно распределенная, чтобы не так было критично, то что-то получится. Но сейчас, конечно, нет. Ну и нишу свою клауд гейминг находит. То есть, это какие-то другие преимущества для пользователей, которые дают. Раньше вы покупали машину, теперь на каршейнгом пользуетесь, раньше вы на дисках, на флешках хранили свои фотографии, теперь вы в Яндекс Клауде храните, в Яндекс Диске и так далее. Теперь вы можете компьютер брать в аренду и играть вместо того, чтобы покупать компьютер. История та же самая, но с какими-то ограничениями, как и в других случаях. Спасибо. Да, спасибо. Так, сейчас один вопрос из чата и переключимся в зал. Шерегед Николай, а как используется видеокарта на стороне клиента? Она необходима для стриминга? Используется в первую очередь для аппаратного декодирования видео на клиенте. То есть, если мы берем, например, Smart TV, то там есть модуль аппаратного декодера. То есть, не знаю, сложно назвать видеокартой в нашем привычном понимании, но вообще это видеомодуль, который может декодировать изображение. Только для этого. Ну, собственно, да. Так, пожалуйста. Да, спасибо за доклад. А вот у меня такой вопрос. А как вы делаете перформанс-тестирование? То есть, есть какая-то автоматизация? Какие метрики собираете? Перформанс имеется в виду игр? Нет, перформанс-тестирование вашего решения. Ну, клиента, сервера. А что будет с результатом перформанс-тестирования? Контроль того, что новая версия не деградировала. Ну, я понял. Значит, тестирование сейчас в основном ручное, но у нас есть метрики по всем показателям в целом по сервису. Вот это мы мониторим. То есть, там и средний пинг, я сейчас, я просто не помню его, мне кажется, он там процент миллисекунд 20, но есть там количество потерь, количество остановок, иных пакетов, количество устройств, количество, там, ошибок игры у нас есть. Это вот в таким образом все мы там, если происходит деградация, там мы это по мониторингу видим. Спасибо. То есть, если я правильно понял, то у вас, в том числе, N2N-тестирование на с кучей устройств, оно делается людьми? да. То есть, окей. А клиенты, кроме всего прочего, еще отправляют метрики на сервер? Да, да. Ну, в своей производительности? Ну, у нас просто не собирается, они нужны для подстройки, в первую очередь. То есть, да. Ну, чего? Там, не знаю, какой кодек использовался, какой битрейт получился, потому что битрейт подстраивается, ну, и так далее. Серию номер паспорта? Серию номер паспорта? мы не собираем каких-то, ну, зачем нам серию номер паспорта? Только то, что касается видеопотока и его характеристик, поэтому нужно. Ага, так, Еще два вопроса из чата. Много вопросов, доклад такой, зашел. Такой смешной вопрос, на мой взгляд. Какой юзер экспириенс ваши пользователи получают, когда играют через мобильную сеть на телефоне или планшете? Если 4G интернет и там он не находится где-то в здании, то очень, очень комфортно играть. То есть сравнимо с проводным интернетом. При этом я даже сказал, что Wi-Fi в доме, он гораздо хуже у нас по статистике, чем 2.4 Wi-Fi хуже, чем мобильный интернет. Вот так вот. Я, конечно, жду, когда будет 5G интернет повсеместно и как-то должно быть лучше. Но я тестировал в Москве были экспериментальные точки. Ну, там все нормально. Но на нагрузках, я думаю, тут могут быть какие-то проблемы. Тут надо какую-то массовую. 70 миллисекунд с мобильного интернета вполне нормально. Не будет там 70 миллисекунд. То есть, опять же, это зависит от местоположения, от конкретной точки, насколько вы далеко от базовой станции находите и так далее. Так, вопрос из зала. Кто у нас готов? Кто-нибудь? Ага. Вопрос такой. Спасибо за доклад. Во-первых. Во-вторых, на машинах, на серверах установлена обычная винда или это какая-то сборка, обрезанная с Windows? Нет, это обычная винда. То есть, обычные виртуалки, на них установлен Windows, на них запускается игра. Да. Никаких подготовленных там, как это сказать, энваромента какого-то под игры не делается определено. Да, конечно, подустановлены, там драйвера поставлены, там аудио, там всякие. То есть, это Windows с видустановленным нашим софтом. Ну и то есть, на каждую машину он условно установляется по отдельности. Да. Спасибо. Если про архитектуру сервера говорить, то там в прошлом году мой коллега рассказывал доклад, как у нас там на серверах устроено, тоже интересная тема. Ну, по сути, это сервер с несколькими видеокартами, виртуальные машины, с пробросом видеокарты в каждую виртуальную машину. То есть, мы создаем полноценный игровой компьютер в облаке. Тут шейнг ресурсов и видеокарты, он существует, но, по сути, он тоже изолированный ресурс для каждой виртуальной машины. Ну, это так. Так, вопрос из онлайна. Дмитрий Соколов. Рассматриваете ли вы использование Edge Cloud узлов совместно с оператором связи? Был у нас проект, когда Мегафон, по-моему, приходил и говорил, что мы делаем Edge точки, но то есть, Edge точка это точка, где ставится оборудование партнера. То есть, мы должны в эту точку поставить игровые сервера. но это как бы не очень реальная история и не имеет смысла. То есть, мы ставим их на просто в дата-центр. То есть, ну, Edge точка добавляет, не знаю, может быть, уменьшит количество миллисекунд, насколько, я даже не знаю. Но из Москвы, наверное, это вообще не актуально, потому что одна миллисекунда это по всей Москве, да, то есть, куда нам тут ставить. Если мы говорим про какие-то удаленные регионы, то там возникает другая история. Если там спрос на клауд и будут ли не оттуда попадать на эту Edge точку для игры, для игры. Ну и понятно, что там серверное оборудование, которое есть, это там сервер, это хранилище, там, балансеры, то есть, это комплекс оборудования, который надо куда-то поставить. При том, что для клауд-гейминга это полноценный игровой компьютер, и это такая массивная история, если мы хотим сто игровых компьютеров в дата-центре, то это не один сервер, это практически разделить на 6, примерно, или на 5 количество физических серверов. То есть, это там пару стоек надо поставить с большим количеством теплоотвода, с большим потреблением и так далее. Так, окей, понятно. Еще вопросы с зала? Ага, Скажите, пожалуйста, какую избыточность вы добавляете с помощью кодирования риды Соломона? То есть, 0%, 10%, 100%? От 0 до 100% у нас добавление идет, базовое идет, стартовое 20%, дальше в зависимости от того, какие потери у пользователя, мы ее либо повышаем, либо понижаем. Ну и там несколько критериев, при которых мы увеличим, уменьшаем битрейт, смотря какой у пользователя ограниченный. субтитры, субтитры, Продолжение следует...